Всем привет! У меня в руках та самая легендарная Yamaha SK200, такая, какая была у Каспаряна, в оригинальном цвете, в очень хорошем состоянии, где лак не потрескавшись. Видно, конечно, что она тут была пользована. Здесь только немного вот какой-то осколочек есть, но в целом вся оригинальная, прям как будто вот 40 лет назад вернулся и взял. Такая же есть и коричневого цвета, она, кстати, еще лучше состояния, она вообще практически новая. И сейчас расскажу, где же я урвал такие инструменты и сколько они стоили. Начинается все с того, что примерно каждые 5 лет я со семьей собираюсь в Соединенные Штаты Америки навестить двойную сестру, крестную маму. То или они иногда к нам прилетают, то или мы можем даже встретиться в Турции все. То есть в Соединенных Штатах Америки у меня есть конкретная родня, близкая родня, я бы даже сказал, и мы вот параллельно дружим. И вот пришло время, что надо полететь, к ним встретиться. Обычно мы летаем в Чикаго, в этот раз двойная сестра, поскольку переселилась в Майами, в Флориду, то мы и решили полететь в Майами. А с Чикаго уже другая родня тоже прилетит. Из Вильнюса тоже не только моя семья, но еще там моя тетя тоже решила полететь. То есть, опять же, такой вот сбор хорошей родни у нас планировался, и я тоже там планировал участвовать. И я думаю, ну хорошо, я полечу в Майами. О, кстати, магнитик оттуда. Думаю, что надо же что-то оттуда привезти. И самое первое, что я подумал, о новой бас-гитаре. Потому что в Европе шортскейлы и стерлинги идут от 830 евро, в Соединенных Штатах 600 долларов. Ну, плюс таксы, когда покупаешь, там накинутся все равно те самые 600 евро. То есть, на 230 евро меньше, чем в Европе. Потому что, скорее всего, их привозят с Америки, поэтому, знаете, накидываются, накидываются. И здесь ты покупаешь то самое качество за намного дороже. Что мне не нравилось. А я хотел сейчас шортскейл, там, потому что строй хотел другой сделать, там, другой датчик у него. Он сам по себе маленький, чем мой основной стерлинг. И плюс еще этот бас ты можешь разметить, кинуть в сумку и поехать. Естественно, мои мысли были только о бас-гитаре. Хотя, на Yamaha USG тоже я подумывал, а что если как-то там найти на бархольке Yamaha USG. И вот, на одном из стримов, это вот две недели до поездки, приходит подписчик консул. Привет тебе большое, тебе спасибо. И говорит, Валера, на Reverb есть Yamaha USG 200, продается. Reverb это сайт, где музыканты продают гитарные инструменты, там, педали, все что угодно. То есть, как eBay, только специфически для музыкальных инструментов, там, по всему миру. Я открываю этот сайт, и я не вижу никакого объявления, и говорю, что ты мне тут говоришь. И он говорит, а ты настрой, чтобы пересыл был только по США. Я настроил и говорю, прямо вот на стриме-то было, ну как, какой толк, все равно мне ее в Литву не перешлю. То, что она по внутреннему рынку ходит, а я это давно знал. Например, еще я своими глазами видел, как на аукционе в Великой Британии взяли черную Yamaha USG 200 за 370 долларов. Тогда еще одна продавала за 400 долларов. Конечно, это просто какое-то моральное издевательство, когда ты видишь, что такие инструменты гуляют за такие цены по внутренним рынкам. Но как только я закончил стрим, у меня все-таки связалась идея, что я полечу в этот же внутренний рынок. Я же полечу в Америку, к иродне. Я попаду в внутренний рынок, и там возьму эту Yamaha USG. Когда же еще будет такая возможность? А привезти там, ну как-нибудь перевезу, может там специально чемодан сделаю. Подумаем, просто надо действовать, когда еще будет время. И я заказываю эту гитару. То есть, сперва написал двойной сестре, сказал, могу ли я сам со своего дома заказать. Ей просто привезут коробку, а потом я уже доставлю домой. И вот как раз сайт Reverb тем и круто, что я из Литвы могу заказать, и чтобы перевезли посылку двойной сестре. Здесь надо упомянуть, что свои винтажные оригинальные педали, какие были у Каспаряна, я тоже покупал из сайта Reverb. И это даже была как некая репетиция, потому что гитары стоят очень дорого, и психологически я уж точно не хотел их покупать. Раньше, ну вы помните, да, я всегда говорил, что не хочу отовязываться. Это была репетиция, я посмотрел, как работает этот сайт. Даже когда мне прислали бракованный DD2, я смог его вернуть. Накопилось доверие, и сейчас, когда я уже покупал с Америки, у меня было какое-то доверие. И по этому поводу я не сильно переживал. Я надеялся, что человек меня не обманет, и все будет хорошо. Так вот, эта гитара первая, на сайте, естественно, она стоила маленьких денег. Но вы должны понимать, что в Америке есть таксы, и плюс пересыл тоже был на эту гитару почему-то очень большой, я не знаю. Вроде не так уж она далеко была от Флориды, но вот почему-то я за нее полную сумму заплатил, вот как видите, столько. И это только до двойной сестры. Потом еще пересылы в Литву, где я живу, тоже потом будут. Ну вот, сама эта же гитара, она в очень хорошем состоянии, она практически новая. Я был очень рад этому, она еще была с чехлом, потому что моя тоже была претензия вот этим всем винтажным гитарам, что ты получаешь, что ты там ее ляпал, да, плювал на нее, ну что это такое, покоцал. Я, нереально, мне не нравятся винтажные гитары, это вообще не мое, антиквариат какой-то скупать. Но здесь думал, ну вот прям как будто вот машина времени 40 лет назад вернулась и купила с магазина. Я был очень доволен, когда я ее приобрел. Но не тут же было, рассказываю, что было дальше. Через день в объявлениях на том же ревербе, по тому же внутреннему рынку, появляется белая Yamaha SG. Как я переживал, ну вот почему этот чувак, который вот выложил объявление на белую, не мог раньше это объявление выложить. И вот на тот момент я реально психовал, потому что я понимал, что вот я упустил вариант белый, и мне всю жизнь будут клевать то, что у меня коричневое, это не true. Я еще специально спросил даже в комментариях, там кто-то писал, Валера, ты должен иметь Yamaha SG. А я спросил, а если не белая, тоже сгодится? И мне там прям ответили, нет, и что там, типа только true, только белая, типа все. Конечно, мое настроение еще ниже плинтуса опустилось, думаю, ну проклятие, черт, я еще больше ненавижу этажные инструменты. Но подождите, эту гитару покупая через там 12 часов, вот она стоила чуть дороже, ну намного дороже, даже я бы сказал, вот этой коричневой, тем более думаю, таксы какие-нибудь там еще были. Ну ладно, ушла-то ушла, что ж поделаешь, хотя бы бабушкин шкаф буду иметь. И через два дня появляется еще одна белая. Тот же самый консул приходит на стрим и говорит, Валера, появилась белая Yamaha SG200, я нахожу объявление, вижу ее, ну что с этого? Зенек у меня ноль, и я не знаю, как их буду там потом две перевозить, я уже заказал бабушкин шкаф, говорю, ну типа чуваки, все уже, ну что поделать. Но здесь мне помогал товарищ схематичный, он как специалист по этим вещам, он мне говорит, ты должен вот эту достать обязательно. Прям вот из земли выкопай деньги, но ты должен ее достать, потому что вот этот вариант, который уже выплыл только что, он был с кейсом, она не по коценно, практически не побитая, то есть хотя бы корпус, лак был идеальный. И она стоила совсем небольшие деньги, она все стоковая, в оригинальном цвете, естественно она типа говорит, надо ее брать прямо сейчас. Я прям вот выключаю стрим, иду к родителям, конечно у меня позитива не супер было много, потому что я понимал, что я иду в большой риск, да, у меня денег нет, я иду, их хочу одалживать, я не знаю, как их заработаю, еще и на поездку надо, еще и на пересыл надо, ну ладно, окей. Еще после стрима был, у меня реально голова взрывалась, я очень уставший был. И иду к родителям, говорю, родители, такая ситуация, ну прям, ну вот надо, давайте мне вот одолжите деньги. И как специально у родителей было ноль денег, потому что мы уже потратили билеты на самолет, мы на круиз даже заказали в Бахамы, ну то есть из Майами там круиз, очень много круизных лайнеров, и мы заказали еще увидеть Бахамы. О, кстати, магнитик привез даже из самих Бахамах, было в Нассау, в столице где-то в Бахамах. Ну в общем, родители говорят, реально на карточке нет денег, сори, чувак, все, сори, сынок. А точнее, деньги будут там завтра или послезавтра, когда получится зарплата. И вы должны понимать, что такая вот гитара, которая вот она была, нельзя ждать вообще, ни часа, ни два, надо сразу брать, она уйдет вот так вот. То есть, да я бы и сам на нее заработал, но это надо время, а время нет. Поэтому вот это дополнительно, вот это вот нервотрепка шла. Я говорю, а наличка, может где-то на черный день что-то накоплено? И такие, мама такая, ну хорошо, и она реально из носков, трусов, из каких-то шуфляток там, шкафчиков достает последние вот эти вот наличку, последние там банкноты. Я сам все выгружаю из этого кошелька, собираю все-всю наличку и еду в банкомат. Ночью, это было после стрима, я заказываю такси, еду в первый банкомат, куда можно вложить деньги на счет, на карточку. Первый банкомат не работает, звоню, еще такси, беру другой банкомат. А такси тоже с карточки списывают, то есть получается, я хочу вложить деньги, но эти же деньги списывают. Слава богу, хотя бы второй банкомат работал, я вкладываю деньги. Если бы я не был в стрессе, был бы в хорошем настроении, я бы влог делал. Но понимаете, какой стресс тогда был, ты весь такой дрожишь, типа и тебе только лишь бы все получилось. А эту гитару ее могли сразу купить. Еще добавка, логические люди могут сказать, да чем ты занимаешься, это психологическая вещь, чтобы больше покупать, чтобы больше тратить деньги. И если мы говорим про новые вещи, я согласен, но винтаж это все-таки коллекционная вещь. Этих гитар практически нигде нет, они очень редкие, либо есть за какие-то цены, какие-то непонятные. То есть за коллекционные классные вещи всегда люди дерутся, поэтому и аукционы происходят. И короче, я просто спешил как будто на аукцион, как будто я спешил, чтобы никто больше ее не купил. А то, что за одну неделю три Ямахи всплыли, это просто совпадение. Это чертовое просто совпадение, они так не всплывают каждый день, поверьте. Как еще одна потом после этой всей истории всплывая, ага, так она и уплыла. И теперь молчок, больше всех гитар нет. И короче, все хорошо, вкладываю деньги, возвращаюсь назад и заказываю. Там нет, 10 евро оставалось. То есть она стоила столько, но мне, конечно же, таксы запросили, запросили какой-то шиппинг, слава богу, небольшой. И вот 10 евро на карточке осталось. То есть еще раз я заказываю белый, и вот это вот это и есть, вот это вот белое, которое я тогда вот заказал. Она с кейсом пришла прикольным, и она реально очень хорошее состояние. Единственное, вот только вот здесь вот отбитая, видите, вот этот вот скольчик такой, или даже два их видно. Но сам корпус, лак не потрескавшись, видно, тут она тоже чуть-чуть потертая, но очень хороший вариант за такие деньги, правда. Это прям мне повезло. Как мне сперва не повезло, то, что купил бабушкин шкаф и выбрал вот та белая, которую я не успел взять. А это, получается, даже повезло. Но, опять же, на тот момент вы должны понимать, настроение было ниже Плинтуса. Не хватало того, что я в долг взял, у меня две гитары на голове. Еще надо понимать, на тот момент у меня почему-то не переводились деньги с Boosty и Donation Alerts. То есть была какая-то ошибка, и не переводились деньги. Я реально очень рискую, и я такой весь такой... Ну, короче, правда, у меня настроение не было суперхорошее. Но, слава богу, настроение чуть началось подниматься, когда все-таки система отлагала, и деньги какие-то пришли, я хоть родителям мог вернуть деньги. И настроение поднялось, когда я открыл сбор, начал собирать, и мне люди начали помогать. И вот, когда я вел эти сборы, когда я стримил, а я очень усердно, даже засильно, как так сказать, стримил, даже перегорел. И вот я, когда стримил, я думал, пожалуйста, люди, помогите только сейчас. Ну, пожалуйста, сейчас больше, потом меньше, потом можете даже там не донатить, только сейчас, пожалуйста. Блин, ребят, я даже на канале фаната группы кино начал стримить. Я же говорю, я туда никогда не хотел стримить, но мне не было выхода. Мне надо было из этого полного дна выходить. Поэтому, слава богу, всем вам спасибо, вы мне дико помогли. Там, по-моему, назначенную сумму мы не собрали. Все равно, как-то так получилось, что я насобирал себе на пересыл тоже немного осталось. То есть, я отдал долги, оставил на пересыл, и, может, еще 100 или 200 долларов у меня осталось, ну, там, на жить. Потому что, поверьте, мне не 10 лет, и мама моя очень строго со мной относится. Я большой дядя, типа, сам и плати. Поэтому, естественно, мне нужны были деньги на поездку, если я хочу там жить как-то. Поэтому, слава богу, вот, постримили, застримили, и я вылетаю в Америку, где меня должны ждать эти две Yamaha SG. Прилетаю к дворной сестре, достаю эти гитары, все классно. Ну, если честно, мне они сперва не понравились. Я игрок с артокастеров, мне очень нравится тоненький гриф, удобная эргономика, все классно, звук мне нравится. А здесь я какой-то леспол взял, тяжелый, весь липкий в этом глазуре, обмазан глоссе, как он там финиш. Лак, короче, гриф гигантский, все, она неудобная, здесь костовые ребра убивает. Естественно, я думаю, боже мой, ну, почему мне так не везет? Ну, что происходит? Потом такой, думаю, ну, окей, люди хотели, ладно, там, я начал постить то, что я получил, я увидел вашу радость, и меня чуть-чуть сгладило это. Думаю, ну, вот, слава богу, хоть и зрителям нравится, в принципе, зрители тянули меня в это, зрители мне помогли. Ну, и хорошо, ради зрителей, хорошо. Потом психологически, опять же, себя там, отошел этот стресс основной, то, что мы были в Майами две недели, и, знаете, вот, получил, посмотрел, все пришло, отдохнул немного, и думаю, ну, ладно, классная гитара, что, красиво выглядит, типа, как вот. Все равно это ретро, винтаж, типа, и так дальше, и как-то успокоился нормальной гитарой. И здесь параллельно думаю, ну, хорошо, может, и бас тогда взять, и тогда еще подписчик очень хороший говорит, давай, Валера, я тебе одолжу, если ты хочешь, и он мне еще одолжит деньги, чтобы я бас купил, ну, тот самый, который стоит там дешевле. И вот, я еду в гитар-центр, а там, блин, еще была история, в этом же гитар-центре этот же бас висел, и висел за абсолютно смешную сумму, в 370 долларов, елки-маталки. Он был, конечно, пользованный, немного, так, у него электроника была уже разбита, но в гитар-центре не только новые гитары продаются, а кто-то их сдает, так скажем, да, как в комиссионку. Я ее беру такой, да, 370 долларов, ура, и мне говорит, чувак, на кассе, сори, я не могу тебе продать, его видишь, тут висит на этикетке, что ты ее можешь купить только после 3 марта. А я улетаю, кстати, 2 марта. Почему? Потому что полицейский закон, если какой-нибудь наркоман уворует вот эту гитару и сдаст, так у хозяина и у полиции есть целый месяц отыскать эту гитару. Поэтому вот такие гитары обычно не покупают, пока они висят в этом красном, да, типа, что вот только после этого числа вы можете купить. Или, точнее, я могу его купить, но я забрать смогу только после 3-го. А если я куплю, и окажется, что это ворованные, ну, тогда-то какие-то проблемы будут. Естественно, блин, я сильно разочаровался, ну, ладно, думаю, еще одна такая висит красненькая. Подхожу, и чувак просто на мои глаза какой-то дед ее заберет. Я такой, а вы что, ее покупаете? Говорит, да, говорит, я уже целую неделю ее рассматривал. Он идет в кассу, ее покупает. Просто на моих глазах она стояла чуть дороже, 400, но все равно, блин, 400 долларов, елки-маталки, за такой баз. Я не хотел именно, чтобы он был дешевый, я не хочу платить дорого, хотя бы как полуигрушка такая была. И просто я тоже, знаете, такой снервничал, блин, ну что мне не везет? Ну, ладно, потом подписчик и еще раз тебе большое-большое спасибо. Он мне одолжил денег, я новый заказал. Но, опять же, здесь подвозка, то, что новый баз пришел не в очень хорошем состоянии. Такое чувство, что он лежал в каком-то складу, липкий, грязный, или даже в магазине висел. Его все лапали, и никто его не купил, потому что, ну, он некрасивый. Ну, видно, он, короче, тем более он пришел не в оригинальные коробки, без оригинальных ключей, чтобы подстраивать гриф. Кстати, даже не знаю, ли этот подходит подстроить гитару. А, слава богу, подходит. Ну, короче, тоже, знаете, когда я получил баз, такой, блин, думаю, ну что ж такое, ну почему такое вот проклятие, что за бред такой. Сейчас я его уже после перевозки сложил, ну, все вроде с ним нормально. Все равно мне он дико нравится, у него очень классный звук. Просто говорю, как вариант по дереву немного отстает от его цены. Он должен быть чуть-чуть, чуть-чуть получше он должен быть. Ну, окей, бас, это отдельная история, но это важно было рассказать, потому что это все было вместе. Гитары и вот этот бас, это все происходило как бы в одной и тот же момент. Ну, и вот, смотрите, приходит уже время думать о перевозке этих ямах в Литву. Если с басом проблем нет, раскрутил, туловище себе, гриф, чемодан, все. Как вот эти вот вещи перевозить? У одной кейс, я думал так, давай бабушкин шкаф в самолет возьму в чехольчике, а этот в кейс в багаж. Ну, когда я увидел этот кейс, я понял, он не выдержит просто ничего. Это просто одно название кейса, вообще винтажный кейс, его надо в антикварят сдавать. Ну, и тогда я думаю, ладно, пойду я в упаковочную компанию, в UPS, прошу, сколько упаковать ее и сколько пересыл. Может, вдруг не через самолет, может, просто пересылом тогда, чтобы не было стресса с самолетом. А там мне сказали, сори, чувак, столько, сколько ты хочешь, это очень дорого, там, больше тысячи долларов получится. Ну, если через транспортную компанию доставить в Литву. Говорю, ну, хорошо, а упаковать ее правильно. Ну, мне показывают табличку, там показывают 100 долларов, ну и хорошо. Ну, вот я и заказываю услуги упаковки. Я так продумал, хорошо, кейс, это уже хорошо. Вот здесь будет белая, бабушкин шкаф, ну, или как это, коричневая. Вот так вот их сложим вместе, а еще вот здесь где-то гриф поставим. Так я и переехал в эту упаковочную компанию. Я внутри самих этих уже все упаковал хорошо, да, и вот показал им, вот так сделайте. Они сказали, хорошо, 116 долларов я заплатил, и они сказали ждать там больше часа. Я просто офигел. Я говорю, чуваки, я вам гитары даю, ну, это дорогое, может, как-то мне на глазах сделаете. А она там спросила, это вот менеджер говорит, оп, сори, типа, ну, правда, никак, у нас очередь. Типа, оставляйте, шуруйте, либо ждите, ждесь. Ну, я на свой страх и риск думаю, ладно, оставлю вам и уйду. Я ушел, потом пришел, они все упаковали, и вот эту коробку, которую они сделали, я ее открыл только вот вчера буквально у вас на глазах на стримах. То есть до этого я не знал, или они мне реально упаковали гитары. Вдруг они эти гитары себе присвоили, а мне кирпичи упаковали. У меня было такое ощущение очень, ну, нехорошее, стрессовое. Ну, думаю, ну, ладно, 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 не буду открывать. Я боялся, если я начну там открывать, я нарушу там эргономику. А я заплатил еще повышенным тарифом то, что это фраджайл, то, что это очень бьющийся материал, и они должны были там суперспециальные вещи еще использовать, чтобы эти гитары не разбились. Если вчера смотрели упаковку стрим, то увидели, что действительно упаковались, ого-го, то есть не зря я платил 116 евро. Хорошо, это все упаковано, да, то есть туловище баса есть, гриф и две ямаки есть, все хорошо. А как через самолет лететь? Потому что у меня, как багаж, он превышает. И за это можно там дополнительно доплатить, и все будет хорошо. Но на сайте я не могу этого сделать, как будто нет варианта. Здесь я опять начинаю стрессовать, опять я еще начинаю читать, вдруг вообще дерево нельзя провозить. Потому что был такой момент, когда из США нельзя было вообще вывозить никакое дерево, даже гитары. Потому что там типа красное дерево вымирает, и красное дерево любой вывез, там какие-то проблемы. Либо просто таксы тоже. И не то, что ты купил в Америку, и тебе возвращают деньги. Наоборот, ты купил в Америке, и ты еще должен заплатить за какие-то вот то, что ты перевозишь. Естественно, я дико стрессовал, тем более у меня две гитары, как барыга. Но я сконтактился с женщиной из этих вот авиалиний, сказал типа, как мне заказать вот такой и такой ситуации. У вас на сайте я должен типа заплатить, и нет, нифига. Она говорит, сейчас я сделаю все, и она реально там все мне прислала, все сделала, я заплатил. Стандартный багаж обычный, там где-то одежда, он небольшой, 70 евро, а этот повышенный спорт багаж 105 евро. Даже чек, слава богу, я его отпечатал, вот этот чек, там где все написано. Потому что, когда я пришел в аэропорт, мне сказали, шуруй, типа, мы не можем. Во-первых, у нас нет в системе почему-то не сделано. Во-вторых, ты не можешь гитары и столько платить, у нас гитары типа дороже стоят. И в-третьих, еще что-то там, какие-то, что-то дикое не понравилось ей. Естественно, опять уровень стресса растет, типа, куда я вляпался, зачем эта фигня нужна. Ну, слава богу, слава богу. Типа, они там, менеджер опять пришло. То есть, понимаете, со мной вот простые работники не могли нормально сделаться. Даже когда упаковал вот эту гитару тоже, должен прийти менеджер обязательно, и только показать, что надо делать. Сами работники такие, что за какой-то, блин. Инопланетянин пришел, просит какую-то ерунду. Я не знаю, ну, может, никто так не делает обычно. У меня опыт такой. Ну и все, короче, все. Вот билет сделан. Взяли в багаж мою вот эту коробку огромную. Пошел я на перелет и молился, чтобы мои гитары вернулись в целость и сохранность. С собой самолет, опять же, я не могу взять. Даже если я одну гитару придумал бы взять, это был бы риск. Так, почитайте, как музыканты проводят гитары через самолеты. Это всегда большой риск, что тебя не пустят в салон и скажут, типа, нет, мы это все равно в багаж отдадим. Вот, ребят, то, что я видел. Я же теперь прилетевший, да, с гитарами. То, что я видел, слава богу, я все-таки их отдал в багаж. Поверьте, там было мало очень шансов. То есть, я не знаю, как бы отрегировали сам вот все РДСы, но по самим вот этим, куда эту гитару уложить, немного места. Все было чисто-чисто забито с чемоданов. Нас еще посадили в самый конец, а там в самом конце не было вот этих, куда складывать чемоданы. Короче, просто жесть какая-то. Мне просто многие писали, ты в самолет берет, что офигел? Я даже там в гитар-центре стою, разговариваю с одним, а там один живет в Израиле. И он говорит, я только с собой беру гитары. Я такой думаю, ну, я с собой боюсь брать, а мне еще их две. Поэтому то, что я отдал в багаж самолет, тоже, поймите, это был нормальный вариант. Вот, тем более я за упаковку заплатил, так что вот так. И как знаете, вчера была распаковка, они вернулись в целости и сохранности. Мы открыли, все хорошо долетело, никаких проблем не было, никакие таксы, шмаксы, ничего не было, красное дерево не было. Просто все пришло так, как я их и отдал в ту же упаковочную компанию. То есть, по сути, эти гитар 4-5 дней, может даже 6 уже, я их и не видел. То есть, представьте, да, ты вот покупаешь такие вещи и вот целых 5 дней ты не знаешь в коробке, они есть, как там пересыл. Так вот, вся история, как это все было. Покупал я их в США, я летел в США к родне и платил вот столько же денег, плюс столько же денег, плюс бас там стоил. Ну, вот вышла такая вот какая-то сумма. Еще раз большое спасибо все, кто мне помогали. Мне реально очень нужна была помощь до поездки. Это все так вот наложилось, наложилось, это все стрессы и вот такое вот напряжение. Повторять я бы такого не хотел, хотя я уже, ну, типа, понял, как это работает, но вдруг в другой раз будут запреты какие-то. То есть, вообще, я не люблю винтажные гитары, как вы понимаете, это стресс. Вот, а, но по поводу Ямах все уже нравится. То есть, я пережил вот этот вот сложный момент психологический, когда куча вопросов надо решать. Я даже очень плохо спал ночами, я искал информацию, как пересыл постоянно. Вот это все меня очень-очень волновало, я боялся без ничего приехать сюда, домой вернуться. Но когда уже все слегло, вот, да, я сделал распаковку, и когда я начал играть на гитаре, все, я понял, фух, работает. И белая мне больше нравится, потому что она легче. Как знаете, еще раз, чем легче гитара, тем лучше. Она легче, легче, чем вот коричная, поэтому она мне больше нравится. Естественно, она и эстетически красивее, и в-третьих, естественно, у Каспаряна было вот такого цвета, оригинального тоже. И еще момент, что я буду делать с этой второй коричневой гитарой, буду ли я ее продавать. Ответ, пока что я не планирую ее продавать, пускай она будет. Такой антиквариат, таким вот потом, нервами достался, мне как-то жалко ее. Если я продам, я никогда больше не куплю второй такой. Тем более, мой индивидуальный такой случай. Я знаю, что можно как-то через посредника, тоже, я же говорю, можно было даже вот, когда Великой Британии продавали там за недорого эту гитару, тоже можно было как-то сконтактироваться, может быть, человек переслал. Это все можно делать, я знаю, люди пробовали делать, я сам пробовал. Но это дополнительный стресс, дополнительные какие-то растраты. Посмотрите, может у вас легче будет история. Вы просто контактируете с человеком, если есть вариант, да, спрашиваете, и он вам пересылает. Но опять же, ребят, везде будет стресс. Винтажная такая вот гитара редкая. Это стресс. Все равно вас может кинуть, обмануть, ГГ прислать, все может быть. Так что моя история, это только одна индивидуальная, как вот, я так достал, кто-то еще достанет по-другому. Слава богу, она хоть недорогая. А представьте, она еще из стола по 200, по 2000 долларов, например, как Yamaha SG-2000. Представьте, Каспарян бы играл на Yamaha SG-2000, и нам бы надо было еще больше просить за это все. Это была полная жесть. Слава богу, это хоть по тем временам дешевенькая гитара. Так вот, бабушний шкаф мне продаю, и тремоло, там эти Каллер, Шмаллер, Флойд Роуз я не ставлю нигде. Я не планирую их изуродовать. Это коллекционеры, я как историк, по образованию историк, для меня эта гитара очень важная, как история. Это прямо вот коллекционная вещь, и я ее гадить портить не собираюсь. Я понимаю, сейчас кто-то там, ай, как же, Каспаряна было. У Каспаряна было, у меня не будет. Все, спасибо, что смотрели. Удачи.